НАТО будет расширяться. Очевидно, что присоединение к военному блоку новых участников вопрос времени. Даже страны, ранее сохранявшие нейтралитет на фоне событий в Украине, всерьез обсуждают вступление в Альянс. Одно из таких государств имеет общую границу с Россией. Москва предупреждает потенциальных членов НАТО о последствиях в случае присоединения к военному блоку. Но, похоже, процесс уже запущен и его не остановить. Наш корреспондент в Германии Шулпан Нейманбаева узнавала о том, что подтолкнуло государство на этот шаг и что об этом думают обычные жители Европы. Финляндия и Россия имеют сухопутную границу протяженностью 1300 километров. Долгие годы в Хельсинки не видели необходимости быть в НАТО, хотя страна постоянно участвует в военных учениях блока. Но, согласно последним опросам, более 60% финнов, то есть большинство, хотят, чтобы страна стала членом Союза за вступление и политики. На этой неделе почти половина из 200 депутатов в парламенте Финляндии поддержали курс на членство страны в НАТО. Таковы первые итоги обсуждений. Но они не последние. Дальше дебаты продолжатся в комитетах. А после вопрос поднимут на Большом съезде парламента. За ним и последнее слово. Между тем, Швеции также серьезно рассматривают присоединение к НАТО. Сразу после нападения России на Украину в феврале поддержка членства Финляндии в НАТО среди населения стремительно выросла и достигла 62% согласно опросам СМИ. В Швеции мы видим такие же изменения. 51% населения сейчас поддерживает вступление в НАТО. Хотя еще в январе забыли только 42%. Российское вторжение изменило общественное мнение не только Финляндии и Швеции. Вступить в НАТО хотят воюющая Украина, а также Грузия и Молдова. Но план действий по членству в Альянсе пока получила только Босния и Герцеговина. Как говорят эксперты, новые страны-участницы могли бы значительно укрепить оборонный потенциал НАТО. К примеру, Финны имеют одну из самых больших армий в Европе. По данным из открытых источников, в государстве насчитывается 280 тысяч солдат-контрактников. А членство Швеции в Альянсе будет означать, что флот НАТО пополнится пятью современными подводными лодками. А еще все страны, которые имеют выход к акватории Балтийского моря, кроме России, будут членами военного блока. В нынешней ситуации Швеция начала консультации по вопросу безопасности и дальнейших планов. Группа под руководством министра иностранных дел Анна Линде анализирует все опции, касающиеся безопасности Швеции. Членство в НАТО – это одна из опций, но мы рассматриваем и другие. О своем решении касательно будущего Швеции мы сообщим в конце мая. Сегодня в военный блок НАТО входят 30 государств в Альянсе, готовы принять новых членов. Однако возможное расширение беспокоит Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила Швеции и Финляндии последствиями, но не уточнила, о чем конкретно идет речь. Шелпан Айманбаева, Милослав Лавриновский. Специально для программы «Мир» из Германии.